Всем почули? Добро пожаловать на мой канал парфюмерии. Сегодня мы познакомимся с вами с очень юным парфюмерным брендом, основательницей которого является Соня Констант. В парфюмерном доме Элла Ка, а точнее Элла Ка Парфюмс, существует уже 15 ароматов и с двумя сегодня из них мы познакомимся. Если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной, а мы начинаем. Флакончики Элла Ка я увидела недавно в соцсетях у блогеров, довольно-таки часто встречается. И мне, конечно, тоже было интересно послушать, тем более Соня Констант, прекрасный парфюмер. Но у нас нет этого бренда в магазинах, но я его видела в Гамбурге в магазине, но мне было не до него. Ну и так получилось, что я увидела, что можно купить от Ливантики, и их я и приобрела. И как раз идеальное знакомство взяла я по 2 мл. И сегодня у нас Мемуар де Дезер, или как он там называется, и какой-то Брумс де Као. Зелененькая жидкость и розовенькая жидкость. Ну давайте мы начнем со свежего, зеленого, недаром здесь зеленая жидкость. Брумс де Као, напишу, наверное, как он полностью называется. И здесь вы видите, я точно износила почти мл этого парфюма. Ну что сказать, два аромата, которые у меня в отливантах, в знакомстве. Они легкие, носибельные, можно сказать простые. Но в этом нет ничего плохого. Такие свежачки. Ну давайте, ладно, я обновлю. Носила его сегодня уже. Разнашивала. Аромат очень зеленый. Здесь мне понравилась пирамида. Здесь есть гордыня. Ну, она здесь такая приятная. Ту гордыню, которую я люблю. Не такого туберозного замеса. Зелененькие ноты. И лилия. Лилия здесь тоже такая зеленая. Стебельки лилии. Такая хрустящая. Нет такой напористости этого цветка, когда он цветет и все пахнет. И голова даже болит. Аромат такой зеленый. Приятно. Носила его ближе к концу весны и начало лета. Оно еще было прохладное. И такой аромат освежающий. Напоминает мне немножко по стилю мелиору. Там тоже есть лилия и зеленость такая. Приятный аромат. Но большая претензия к этому аромату. Он мне понравился. Все здесь приятно. Все здесь носибельно. Освежающе классно. Жаркое лето. В теплую погоду. Здесь он больше такой насыщенный. Цветочный. Но эти цветы, они не передушивают. Очень приятный шлейф. Очень приятно его вдыхать. Вернемся к претензиям к этому аромату. Но он очень нестойкий. Ну не знаю. Я наливала его по 10 пшиков. 1 мл я практически сразу убила. Потом я его разносила. Перестала его носить. Взяла минимальный размер 2 мл. И с одной стороны пожалела, что так мало взяла. Тут бы миллилитров 10 для знакомства потребовалось. А с другой стороны была рада, что я не взяла больше. Надо сказать, что ценовая категория этого бренда, ну такая, блин, приличная. Флаконы у них, по-моему, по 100 мл. В 240 евро, 225 евро. Смотря где вы их купите. Насчет уценок, скидок я не знаю. Потому что этот бренд, ну не так прям легко найти. И где хотите, там его и купите. То есть надо еще там покараулить этот бренд на сайтах. Поэтому удастся ли вам какую-то скидку урвать, я не знаю. Но за такие деньги и с такой стойкостью меня этот бренд разочаровал. Конечно, по двум ароматам не стоит судить весь бренд. Кстати, по двум ароматам, спойлер. Второе что-то типа такого. Мне не хватает насыщенности, что ли. Даже насыщенность нормальная. И звучание тихое, хорошее. Стойкость. Я его не слышу. Что ношу, что не ношу. Он просто пропадает. Вот для любителей, кто любит негромкие ароматы. Или не любит, чтобы им сильно пахло. Нанести и чтобы вас не тревожил парфюм. Вот этот бренд для вас. Или точнее, этот аромат для вас. Я знаю, что многие любят вроде как нанести что-то такое. Легкое. Но не кричащее. И чтобы голова не болела. Чтобы неудушливый был аромат. И вроде как что-то есть. И вы послушали первые там полчаса. И все, вам дальше его не слышно. Но здесь даже окружающие на мне этот аромат не замечали. Не то, что я там привыкла. И уже ничего не слышала. Но и другие ничего не слышали. То есть вообще этот аромат, ну поливашка. Поливашка. И за такие деньги, ну нет, спасибо. Мне не захотелось его приобретать. Даже если мы возьмем какое-то чудо-юдо случится. И вы купите его за 100 евро. Я даже 100 евро за этот аромат не отдала бы. Тут все классно. Звучание, слаженность. Ну у него такая деколонистая что ли основа. Такое свеженькое. Вроде чуть-чуть что-то там цветочное, приятное, зеленое и все. Наверное по яркости там молекулы. Наверное. Такие ароматы тихие. Но молекулы хотя бы стоят не так дорого. А здесь за флакон отдать такие деньги? Не знаю. Тестируйте. Я бы вслепую не брала бы. Не отдавала бы такие деньги. Но только прям действительно, если вы любительница. Аромат женский. Таких вот легких, ненавязчивых ароматов, которые есть и нет. Ну тогда да. Тогда можно. Но для меня... Не знаю. Хорошо, что не брала вслепую. Хорошо, что протестировала. Брумс Элла Ка. Второй аромат у нас Мемуар. И там название напишу. Оно длинное. Аромат свежий. Классный. На лето. Свежачок. Цитрусовый. Цветочный. Но... Вот. Поносила. Почти всю пробирку износила. И не поняла. Точнее я поняла. Но этот аромат тоже, что есть, что нет, очень-очень тихий. Очень-очень тихая шлейфовость, вуаль. Ну тут осталось немножко. Он уже такой немножко настоялся. И сейчас в теплоту. Чувствую вот эту вот пудровость. Но тем не менее, аромат ну очень такой прям деликатный, что ли. Ну его слышно первое время, может быть час, а потом его вообще никак не слышно. Ну не знаю, если сравнивать цену и звучание, звучание неплохое. Но если сопоставлять цену и то, что вы получаете во флаконе, ну тоже не захотелось брать целый флакон. Он очень такой классический, я бы сказала. Потому что таких ароматов полно. Здесь роза, цитрусы, пионы. Это такая легкая летняя водичка розовая. Роза здесь такая акватическая. Больше здесь пионы красивые. Цитрусовость, такая свежесть. Аромат приятный. Иногда есть такая пудровость. Немножко мускусность. Такая терпимая, неперебарщенная. В этом аромате даже есть слива, но я ее здесь как-то не слышу. Что мне здесь нравится? Здесь нравится чайная нота, которую я слышу. И она придает такую терпкость, свежесть. Вот эту вот сухого чая. Очень приятно. И такую, наверное, даже пудровость, что ли, чефирность. Но это все на уровне такого летнего легкого свежачка. Такого женственного аромата, нежного. Он может быть чуть-чуть поярче. У него даже есть небольшая такая сладинка. Кстати, приготовила я тут ароматы, подобные этому аромату. То есть тематика та же. Это, например, блуза и в Сант Лорен. Такой розовый аромат, но блуза стойкий аромат, шлейфовый, тоже нежный, тоже такой приятный, легкий. Но по цене я бы лучше брала блузу. Намного качественнее, ну попроще может быть аромат по звучанию. Тут в основном только роза. А в Эл-Акану тут еще другие нотки слышны. И пионы, и чай. Но по стойкости однозначно выбираю блузу. Ну или второй аромат такой же тематики, например, магнолия розе. Но магнолия розе, он сладковатый аромат. Тут пионы, роза, ну что-то такое тоже тематическое. Очень стойкий, очень шлейфовый, даже мощнее, чем блуза. Но здесь он больше сладкий. Эл-Акану все же этот аромат, он такой свежий, пудровый. Может быть какая-то 50-я часть от Делины. Пионы. Мускусность такая, пудровость, терпкость. Может быть какая-то такая фруктовая нота. Ну такое ощущение, что там Делину разбавили в 20 водах. И это отдаленная, прозрачная, свежая где-то Делина. Ароматы довольно-таки простые. Покупать, к счастью, я не хочу и не буду. Но рада, что ознакомилась с этим брендом. Появилась новинка недавно, Камелия. Но там Тубироза, я уже не стала брать от Левант. Взяла эти два и думаю, ну не хочу больше с этим брендом знакомиться. Он меня как-то не зацепил, не заинтересовал. Вот за эти деньги я бы лучше бы взяла, добавила и купила Луи Ваэтон. Тестировала недавно Луи Ваэтон, делала обзор. Посмотрите на моем канале. Ну вот там ароматы прошло больше недели. Блотеры до сих пор пахнут. Они лежали на шкафу и сидя на диване, слышала я всю неделю шлейф. И так они прям пахли, что спать бы рядом я не стала с этими блотерами. Потому что довольно-таки там их много, доносилось прилично. Но здесь, не знаю, для меня это вода. Крашеная водичка за безумные деньги. А как вы относитесь к этому бренду? Может быть у вас есть флаконы и вам вау-вау понравилось. И ваш нос нормально воспринимает и слышит. Напишите в комментариях, будет интересно почитать. В любом случае, тестируйте перед покупкой. И если вам понравится, классно. Потому что ароматы неплохие. Но не мой вариант. Вот такое было у нас знакомство с двумя ароматами от бренда Элла Ка Парфюмс. Поставьте лайк. Старалась. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А мы увидимся в новых обзорах. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok